Вместо раскопок пробы древесины новосибирские дендроархеологи составляют карту старейших зданий Новосибирской области. Для этого исследуют лесные массивы, а на срезах бревен в домах считают кольца. Такая методика позволит установить дату постройки старинного здания и даже времени года, когда дом возвели. В этом убедилась Екатерина Стывко. Ученые говорят, кольца не врут. Уникальный рисунок не повторяется в истории. Он зависит от климата. Чем уже кольца, тем холоднее. Их цвет расскажет о количестве осадков, а число – о возрасте дерева. На основе сопоставления разных образцов древесины, взятых из одного здания, и основаны методы дендроархеологии. Для Майи Филатовой работа на чердаке – привычное дело. Ведь именно здесь можно найти качественную древесину для исследований. Историю хранят перекрытия и сам каркас крыши. Уже больше года команда новосибирских ученых строит древесно-кольцевую хронологию. Взяли пробы с трех десятков зданий. Сузунский завод, Спасский собор в Куйбышеве, Некрополь села Кривощоково. Задача – определить календарный возраст построек. Мы находим место, где будет удобнее всего взять пробу. И с помощью специального бура для сухой древесины мы вбуриваемся до середины бревна. Затем мы его достаем и получаем примерно вот такой керн. И всего мы берем от 10 до 30 штук. Взять образцы из построек – половина дела. Их необходимо еще сравнить с живыми деревьями, примерными ровесниками зданий. В этом году ученые несколько месяцев провели в экспедиции. Объездили самые старые леса Новосибирской области и соседних регионов. В итоге набрали почти 400 проб. Но в наших краях слишком переменчивая погода, много осадков. Поэтому простое сопоставление образцов точного результата не дает, говорят исследователи. Решили смотреть вглубь. С 2017 года изучили новую методику. Она называется Blue Intensity. Мы изучаем плотность годичных колец, которая как раз должна работать с осадками. Этот метод, он вроде бы хороший, такой эффективный. Но наша работа из-за этого сильно удлиняется во времени. Образцы проходят экстракцию смол. Это около месяца заменимает. В прошлом году новосибирские ученые получили грант. Уникальный проект поддержали в правительстве области и в Российском фонде фундаментальных исследований. Результатов ждут не только археологи, но и историки, и архитекторы. У домов 18-19 веков документы – редкость. И дата построек чаще всего примерная. Первые данные ученые планируют озвучить уже в следующем году. Екатерина Стывко, Андрей Дулепов. Новости ОТС.